Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Зитко. Здравствуйте. Да, добрый день. Здрасте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Звоните также из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. В конце 2019 года вы стали главным редактором телеканала «Дождь», как я уже озвучила. Как изменилась? Изменилась ли ваша жизнь вместе с этим? Ну, моя жизнь, конечно, изменилась. Она изменилась в первую очередь в связи с тем, что очень много работы. И поэтому изменение жизни, конечно, произошло. Но это изменение к лучшему, потому что мне кажется, что «Дождь» — это вообще одно из лучших медиа на пространстве бывшего Советского Союза. Очень много работы, очень много задач, отличная команда. И мы сейчас эти последние четыре недели, что я являюсь главным редактором, каждый день работаем над улучшением нашего контента. Я надеюсь, что в ближайшее время наши зрители смогут это оценить и на самом деле видят уже сейчас. Вот вы говорили о том, что телеканалу «Дождь», по вашему мнению, нужна такая серьезная встряска. Вот удалось ли что-то поменять или, может быть, удается сейчас в процессе совершить эту встряску? Ну, серьезная встряска нужна. И мне кажется, что никто внутри со мной в этом смысле не согласен, то есть никто не спорит. Хотя бы в силу того, что телеканал «Дождь» в этом году 10 лет, и любой проект, а уж тем более проект медийный, в какой-то момент ему требуется перезапуск, поскольку люди устают. И нужно какой-то взгляд со стороны, чтобы процессы начали работать иначе, и чтобы это получило свое воплощение в эфире в том числе. Насколько это удалось говорить пока преждевременно, прошло слишком мало времени, но, как я уже сказал, мы каждый день сейчас активно очень над этим работаем. Вот буквально только что у нас закончилась очередная часовая летучка, где мы обсуждали то, как мы работаем в новостях, какие должны быть подходы, что нужно менять, что нужно улучшать. И эти изменения, я абсолютно убежден, уже в самое ближайшее время наши зрители увидят. Помимо этого, они увидят изменения нашей сетки, поскольку мы сейчас проводим такой своеобразный аудит того, что выходит в эфире телеканала «Дождь», то есть понимаем, что какие-то проекты в силу того, что они выходят очень давно, и они приелись и зрителям, и самим авторам. Какие-то проекты в силу того, что просто они, видимо, недодуманы, недокручены, они не слишком интересны нашим зрителям, о чем свидетельствуют цифры. Так вот, какие-то проекты мы закрываем, мы запускаем новые проекты, и первые последствия вот этих вот реформ уже с начала февраля наши зрители смогут оценить. Легко ли расставаться с журналистами, с авторами и ведущими программ? Я видел комментарии на странице у Олега Кашина о том, что «Тихон тебя выгнал», там был такой комментарий. Ну и далее там, в общем-то, не поясняли ситуацию, но намек был на то, что вот с Кашиным вы расправились. Что произошло, если произошло, и насколько тяжело расставаться с авторами программ, на самом деле? Ну, смотрите, комментарии в Фейсбуке – это комментарии в Фейсбуке. У любого журналиста, у любого вообще человека понятно, что ядро его аудитории в личном блоге составляют его фанаты, и им нравится априори то, что он делает, а, соответственно, люди, которые принимают решение этот проект закрыть, они вызывают исключительно отрицательные эмоции, как в данном случае произошло с поклонниками Олега Кашина и мною. Программу Олега Кашина мы решили закрыть исключительно из следующих соображений. Она выходила в эфире «Дождя» четыре с половиной года. И за это время, как мне кажется, она, собственно, в её срок годности истёк. Я то же самое в своё время, например, делал вместе с моими братьями с программой «Дзитко-3», которая выходила на телеканале «Дождь» даже меньше, она выходила три года. Но в какой-то момент мы поняли, что она свой ресурс исчерпала, и нужно либо её полностью перепридумывать, либо её закрыть. Мы в тот момент её закрыли, хотели её перепридумать, не перепридумали. То же самое в случае с программой Олега Кашина. Мы видели, что просмотры этой программы не соответствуют нашим, да и, наверное, Олегу представлениям о том, сколько должны его программу смотреть. Соответственно, если мы хотим дальше какого-то сотрудничества, нам нужно это сотрудничество придумать по-новому. Вот, собственно, и всё. Поэтому программа больше сейчас не будет выходить. Если Олег потом придёт с каким-то новым предложением, то его, как и любое другое предложение, можно и нужно обсуждать. Но на данный момент, мне кажется, что продолжать тянуть историю, которая себя уже отыграла, это не нужно ни нам, ни зрителям, ни Олегу Кашину, в том числе самому. Другое дело, что с Олегом проблема заключается в том, что мы работаем на телевидении, а Олег живёт в Лондоне. И программа, которая выходит по Скайпу, это не тот уровень качества, который нам бы всем хотелось видеть. Что мне, как зрителю, смотреть час на диалог или монолог человека в Скайпе просто тяжело, у меня устает глаз, мне хочется, чтобы это было интереснее. Вот и всё. Что касается того, сложно или не сложно расставаться, ну, конечно, есть вещи, которые многим нравятся, кому-то они не нравятся, но мы к ним привыкли, и хочется, чтобы они были вечно. Но дело в том, что телеканал «Дождь», да на самом деле любой медиа, а телеканал «Дождь» в силу своей экономики уж точно, не может, к сожалению, себе позволить, чтобы у него были грабли, для того, чтобы они были. Это должны быть программы, которые пользуются успехом, и каждый из выпусков этой программы, потому что у него РИТАО расшаривает это в соцсетях, делится с друзьями, и за эту программу голосуют просмотром, а также, что нам чертовски важно, к сожалению, голосуют своим рублём, покупая подписки и приводя новых людей. С программой Кашина этого, к сожалению, не происходило в последнее время, поэтому в рамках общего обновления телеканала «Дождь» мы и приняли решение, что с этой программой нам, к сожалению, приходится расстаться. Ну, летом, кстати, «Дождь» на какое-то время сделал прямой эфир бесплатным, вот нет ли в планах повторить эту практику? Я прошу прощения, сейчас был небольшой сбой по связи. Да, я повторю вопрос, повторю вопрос, летом телеканал «Дождь» сделал прямой эфир бесплатным, есть ли, может быть, в планах эту практику повторить, потому что многие подписчики обрадовались этому, и не подписчики. Смотрите, эфир по-прежнему бесплатный у нас, прямой. Более того, он сейчас бесплатный, он доступен на многих платформах, в том числе на Ютубе. С февраля, когда мы начинаем такую первую волну перезапуска и обновления «Дождя», мы эту практику будем немного менять. Мы закрываем наш эфир в Ютубе, будут в прямом эфире выходить только некоторые проекты, такого более ютубовского формата. Весь прямой эфир, весь стрим будет идти только на нашем сайте. Другое дело, что мы сейчас обсуждаем, в каком формате, насколько он полностью будет открытым, или он будет открытым после регистрации некой, или часть будет открыта, часть закрыта. Ответа на этот вопрос у нас пока нет, потому что мы находимся в очень противоречивой ситуации. Она заключается в следующем. С одной стороны, конечно, нам хочется, чтобы эфир был открыт, и его видело как можно большее количество народу. С другой стороны, экономика телеканала «Дождь» не по нашей воле и не по нашей вине, а в связи с той атакой, которая на «Дождь» была осуществлена в 2014 году, когда нас отключили из основной массы спутниковых и кабельных сетей и включили запрет для рекламодателей на размещение у нас, а часть рекламодателей от нас отвернулась просто потому, что охват у нас стал меньше. Так вот, тогда наша экономика была полностью перестроена, и мы теперь, основную часть нашего бюджета составляют подписки. Те деньги, которые наши подписчики нам переводят, тем самым получают доступ. И поэтому мы здесь находимся в такой немножко, в такой очень зыбкой ситуации. С одной стороны, нам хочется, чтобы как можно больше людей нас смотрело. С другой стороны, у нас есть определенные обязательства перед нашими подписчиками, потому что они не будут подписываться. Зачем подписываться, если все открыто? Есть третий путь. Он называется пожертвования и донаты. Но это, к сожалению, не тот объем средств, который может покрывать функционирование телеканала. Телеканал — это дорого. Развитие новых программ и проектов — это дорого. И поэтому зависеть исключительно от того, от доброй воли наших зрителей мы не можем полностью. Поэтому мы сейчас пытаемся понять, как нам нужно лавировать здесь, чтобы, с одной стороны, не обижать наших подписчиков, которые платят за эксклюзивный доступ, с другой стороны, чтобы и аудитория наша расширялась за счет того, что какая-то часть проектов открыта и доступна всем. YouTube является проблемой, является конкурентом для «Дождя», потому что многое сейчас происходит в YouTube, в том числе многие известные журналисты ушли в YouTube и делают там свои проекты. И это открыто, и это доступно всем. Ну, конечно, это не является проблемой, это является конкуренцией. Просто, смотрите, если вспомнить ту реальность, ту медиа-реальность, в которой «Дождь» появлялся 10 лет назад, тогда, по сути, «Дождь» был монополистом свободного, независимого, профессионального телевидения. Тогда «Дождь» не конкурировал ни с кем. Что было, с одной стороны, классно, потому что ты такой один, с другой стороны, это было не классно, потому что это немного расслабляло. Сейчас ситуация иная, и здесь можно говорить не только про YouTube, здесь можно говорить про RTVI, который развивается, здесь можно говорить про «Настоящее время», которое развивается, про другие проекты «Радио Свобода», ну и YouTube, конечно же, тоже. Это вызов, это конкуренция, вывод, из которой единственное. Нужно делать лучше, нужно придумывать иначе, чем мы, собственно, и занимаемся каждый день. Другое дело, что всякими возможностями YouTube мы, конечно, тоже пользуемся. Как вы, вероятно, знаете, у нас сейчас есть отдельный, ну, помимо основного «Дождевского» аккаунта в YouTube, есть аккаунт программы «Фейк Ньюз», которая выходит в эфире «Дождя», но выходит и отдельно, не на «Дождевском» YouTube, а на YouTube «Фейк Ньюз». У нее своя аудитория, которая во многом, может быть, даже не пересекается с нашей. Но, конечно, мы, находясь в рамках телеканала «Дождь», мы не делаем вид, что мы существуем в безвоздушном пространстве, и тех процессов, которые происходят в том, что касается медиапотребления, не существует. И, конечно, мы это видим, чувствуем, и тоже в YouTube как-то развиваемся. Многие журналисты, в том числе и ваш коллега, с которым вы долгое время вели программу на троих, на РТВ Алексея Пивоваров, запустил свой канал «Редакция», и он позиционирует себя именно как журналист в YouTube. Насколько эта площадка перспективна именно для развития журналистики в современном мире? Мне кажется, что я здесь с многими не согласен, если честно, в том, что касается YouTube. Мне кажется, что YouTube не является чем-то уникальным. Просто дело в том, что в России довольно сильная цензура, и в России довольно серьезные проблемы со свободой слова, и с тем, где журналисты могут работать. Сейчас вот появилось это новое окно возможностей. Оно называется YouTube. Одновременно с этим, мне кажется, что если ситуация изменится, то, в общем, иначе говоря, мне кажется, что разговоры о том, что телевизор в России умер, и вот теперь есть только YouTube, эти разговоры очень сильно преувеличены. Эти разговоры мне напоминают разговоры о том, что печатная пресса умирает, и на смену приходит интернет. Да, интернет развивается, но печатная пресса вполне себя неплохо чувствует. Это на Западе, например. В России нет, но это не вопрос потребления, это вопрос цензуры в первую очередь. Потребление, конечно, тоже, но в первую очередь цензуры. То же самое с телеком. Не будет цензуры, грибы будут расти в виде каналов, и рекламодатели будут туда приходить. Просто сейчас это спокойнее намного делать в YouTube, и все туда идут. Поэтому мне кажется, что YouTube нужно воспринимать просто как одну из площадок. Но если бы не было этих сложностей со свободой на телевидении в традиционном смысле, то все бы с радостью вернулись к его смотрению, так как они смотрели раньше. Конечно, есть вещи, связанные с тем, что возможности мобильных приложений, культуры потребления, они все меняют. Да, конечно. Но не это, на мой взгляд, это пространство свободы. И Алексей Пиваров делает там то, что он не может, например, делать на НТВ сегодня, или делать на Первом канале. Если бы мог бы, то, естественно, я думаю, он бы с огромным удовольствием это делал на Первом канале, потому что Первый канал смотрит в разы больше людей, чем смотрит YouTube сегодня. Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Тихон Дзитко, главный редактор телеканала «Дождь» у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзитко. Здравствуйте. Да, приветствую вас еще раз. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Вот вы упомянули о том, что у телеканала «Дождь» есть несколько конкурентов, ну или в частности телеканал «РТВА». Я тут вспоминаю слова Олега Знарка, который был долгое время главным тренером сборной России по хоккею. До этого тренировал сборную Латвии. И когда его спросили, как вы будете играть с Латвией, он сказал, ну как я буду с ними играть, я их всех вырастил. Учитывая, что вы стояли при перезапуске телеканала «РТВА», тяжело конкурировать со своими бывшими коллегами? Вы еще можете спросить, тяжело ли мне конкурировать с моей женой, которая находится в руководстве телеканала «РТВА». Ну, слушайте, здесь же неважно, бывшие коллеги или небывшие коллеги. Тяжело конкурировать с теми, кто делает хорошо. Я вижу, что в чем-то телеканал «РТВА» придумывает подходы к освещению новостей, которые мы не придумали. И они молодцы. В чем-то мы быстрее и лучше успеваем. Это нормальная и хорошая ситуация. Чем больше конкуренции, тем выше качество. Я говорю сейчас довольно банальную вещь, но от этого она не становится менее верной. Поэтому мне кажется, что тот факт, что телеканал «РТВА» существует и развивается, это нам только на пользу, потому что нам нужно стараться больше и стараться лучше. Как на ваш взгляд, если говорить о редакционной политике, сегодня оппозиционные российские СМИ не превращаются в такой определенного рода клуб по интересам, куда приходят, ну, в большинстве приходят люди со взглядами, которые разделяет редакция? Смотрите, у меня очень всегда начинает дергаться глаз, когда я слышу словосочетание «оппозиционные СМИ», потому что мне кажется, что это оксюмарон. СМИ не может быть оппозиционным, СМИ может быть нормальным. Если вы меня спросите про телеканал «Дождь», я вам скажу, что телеканал «Дождь» — это не оппозиционные СМИ, это СМИ нормальные. Другое дело, что в массовом сознании, которое формируется государственными средствами массовой информации, создается ощущение, что если телеканал, радиостанция, газета, неважно, дает возможность высказаться людям, которые имеют иную точку зрения и освещают повестку, которая не транслируется на федеральных и государственных средствах массовой информации, то, дескать, это СМИ оппозиционно. Нет, оно не оппозиционно, оно... Мально. Того, является ли это клубом по интересам, нет, я тоже не соглашусь. Мне кажется, что те темы, которые мы освещаем, они абсолютно касаются каждого. Потому что, когда мы говорим о, не знаю, о полицейском насилии или о проблемах в судебной системе, это ведь и когда мы рассказываем, например, много о московском деле, то мы об этом рассказываем не только потому, что есть несколько десятков несчастных молодых людей, которым дали сроки, а мы об этом рассказываем еще и потому, что на их месте может оказаться любой, абсолютно любой человек. И более того, мы часто видим, как люди, которые ругаются на телеканал «Дождь» и обвиняют его во всех смертных грехах и в том, что телеканал «Дождь» вещает в каких-то антигосударственных, антироссийских позициях, что, замечу в скобках, неправда. Так вот, мы видели несколько случаев, когда с этими людьми, к сожалению, происходило ровно то же самое. Поэтому нет, это не клуб по интересам, это просто отбор тем из сюжетов, которые нам представляются действительно важными. Намного более важными, чем рассказ о посещении президентом завода и запуска очередной очереди завода «КамАЗ», например. Это клево, когда открывается завод. Но жизнь каждого в гораздо большей степени меняется, когда мы говорим о проблемах с полицией, например, потому что с этим сталкивается каждый и может, не дай бог, столкнуться. Поэтому нет, это не клуб по интересам, это проблематика, которая касается каждого. А что касается выбора гостей и мнений, вот в этом смысле история сбалансирована? История никогда не может быть сбалансированной. Вообще весь разговор про объективность и баланс, на мой взгляд, это разговор довольно искусственный. Вот вы сейчас сидите и ведете эфир. У вас есть какое-то свое представление о прекрасном. У вас есть свое представление о добреизлии. И если вы будете делать вид, что это ваше представление, оно иное, вы таким образом своего слушателя обманете, потому что вы будете изображать из себя то, чем вы не являетесь. И поэтому очень важно, чтобы наши ведущие, наши корреспонденты не скрывали свои эмоции. Когда им страшно, они пугаются. Когда им радостно, они радуются. А когда их какая-то история зацепила и поразила, и они заплачут в эфире, это будет честно. Потому что если они будут пытаться изобразить из себя диктора, это будет обман зрителя. Зритель не поверит, не поверит тому, что мы рассказываем. Что касается экспертов, понятно, что у телеканала «Дождь», например, есть абсолютно четкие ценности, которые мы испытываем. Это ценности, на которых и ради, которых и ради продвижения, которых телеканал «Дождь» появлялся. Есть люди, мнению которых мы доверяем больше, а есть люди, мнению которых мы доверяем меньше. И мы этого не скрываем совершенно. Другое дело, что у нас, естественно, нет никаких черных списков и черных листов, и мы всегда рады общаться с людьми, которые испытывают другие ценности, чем мы, если мнение этих людей почему-то важно. Вот, например, депутат принимает какой-то законопроект, который мне категорически не нравится, мне как гражданину. Но я понимаю, что этот законопроект отразится на жизни большого количества людей. Мы должны с этим депутатом поговорить, услышать его позицию. Донести до него свою позицию, поспорить с ним – это нужно. Но что касается комментаторов, понятно, что у нас будет большее число комментаторов, чья позиция нам ближе, и чья позиция ближе нашим зрителям. Другое дело, что этот комментатор должен быть компетентен, этот комментатор должен понимать и быть профессионалом в том, о чем он говорит. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Маргарита. Да, Маргарита. Тихон, я являюсь вашей… В общем, вы один из лучших новостников, вы новостей по РТВА. И с вашим уходом… Я хотела сказать, ваши поклонницы. Спасибо вам. И с вашим уходом, конечно, РТВА очень много потерял. И очень жалко. И жалко, любимая передача на троих, как-то она рассыпалась, и нет, теперь ее это не то, что было. И вот ваш переход туда, в дождь, как-то вот мне хотелось бы вам пожелать всего хорошего, но это не кажется вам, что это не совсем надежное. У вас теперь будет должность, и вообще этот дождь, я все время его тоже смотрю, но в связи вот с этими новыми изменениями со стороны властей российских, будет нажим, конечно, свободы будет меньше. И как-то вот тревожно за канал «Дождь». Это первый вопрос. Второй вопрос. Не собираетесь ли вы как-нибудь приехать в Ригу, может быть, с лекциями? А так я вам желаю успехов на вашей новой работе «Дождь». Конечно, мы все время… я смотрю лично все время. Да, спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите и РТВА, и «Дождь». Во-первых, я с вами не соглашусь по поводу РТВА, и в частности по поводу программы «На троих». Мое место соведущего Екатерины Катрикадзе занял Александр Филипенко, хорошо знакомый в аудитории «Дождя», например, поскольку он много с нами сотрудничал в прошлые годы. И мне кажется, что понятно, что это непривычно для зрителя, который привык видеть одно, видеть что-то другое. Но Саша Филипенко – отличный ведущий, и мне кажется, что у них с Екатерины Катрикадзе сейчас сложится отличный тандем. Что касается стабильности на «Дожде», здесь всё очень просто. Цепочка очень простая, она заключается в следующем. Пока мы делаем хорошо, нас поддерживают наши зрители. Они нас смотрят, и они нас поддерживают тем, что они покупают подписки и оформляют регулярные или нерегулярные пожертвования на нашем сайте. Это позволяет нам дальше развиваться и делать ещё лучше. Покуда это есть, есть и стабильность. Понятно, что, к сожалению, никто не может никогда представить и спрогнозировать, какая атака или какое давление со стороны государства произойдёт. Это никто никаким образом придумать не может. Но что касается экономической модели и в этом смысле стабильности, то она у нас исключительно завязана на наших зрителей. Поэтому я во всех интервью призываю, и сейчас, надеюсь, вы не будете возражать, что тоже призову ваших слушателей подписываться на «Дожде» и на нашем сайте оформлять пожертвования. Что касается Риги, я очень люблю Ригу. К сожалению, в последнее время я там не так часто появляюсь, хотя мы часто с большим количеством наших друзей прежде ездили отдыхать в Апшуцеймс, это недалеко от Юрмала. Поэтому я буду счастлив приехать с какой-нибудь лекцией, если кто-нибудь позовёт, то с огромным удовольствием. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег. Я регулярно смотрю «Дождь», помимо других всевозможных каналов. Меня, честно говоря, раздражает одна вещь. Понимаете, всё время в любых программах, аналитических или что-то политика, всё время какой-то стёк идёт. Понимаете, да? И потом, если вы идёте по какому-то вопросу беседу, ну, приглашайте оппонентов, чтобы они спорили между собой. Тогда будет объективно, понимаете? А то получается, как у Соловьёва, понимаете? Вот только с обратной стороны. Вот претензия такая. Да, спасибо вам. Смотрите, что касается Стёба, я не соглашусь с вами в том, что он есть во всех программах. Где-то он, несомненно, присутствует. Мне кажется, что Стёб или ирония – это тоже способ разговора со зрителем. Где-то, наверное, его бывает слишком много, и мне, признаться честно, это тоже не всегда нравится, и я об этом говорю с нашими ведущими. Но мне не кажется, что вообще присутствие Стёбы само по себе, или там, иронии, или шутки само по себе недопустимо. Это один из взглядов на окружающую нас реальность. Что касается оппонентов, мы всегда зовём оппонентов, и оппоненты к нам периодически приходят. Оппоненты, скажем так, идеологические наши, поскольку, как я сейчас говорил, мы свои представления о добре и зле не открываем. Другое дело, что очень многие оппоненты не приходят, потому что оппоненты опасаются открытого разговора. Мы это видим, мы постоянно занимаемся тем, что мы звоним, пишем, забрасываем запросами депутатов, сенаторов, министров, представителей администрации президента, кого угодно. Но лишь немногие из них приходят на эфиры, потому что у меня иного объяснения нету. Они не готовы к разговору, в котором им будут задавать вопросы, которые могут показаться непростыми, неудобными. Чем больше и будет, тем лучше. Я, как и вы, только за. Но заставить мы же не можем их силком привезти. Понимаете? Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей Риган. Да, Сергей, слушаю. Здравствуйте, дорогие ведущие. Здравствуйте. Я, скажем так, как сон в руку. Не так давно пересматривал ваше интервью с главой Центробанка РФ Герасченко по поводу, мне понравился нам один из моментов, по поводу активов СССР. В связи с этим вопрос, в связи с возрастающей волной сейчас своей популяризации народа власти в Российской Федерации под эгидой СССР и так далее, господин Герасченко сказал, что активы все известны, все счета и золото известны. И вот с тем, что найдено 18 тонн золота у главы Федеральной таможенной службы и так далее, такой вопрос. В Латвии и в Эстонии есть неграждане, которые не меняли своего гражданства и многие не меняли свои идеологии и так далее. Как вы считаете, если господин Герасченко говорит, ну вы же не СССР, то в принципе здесь есть люди, которые являются частью СССР. Каковы шансы их получить то золото для восстановления большой, великой страны? Спасибо вам, золото партии. Вы знаете, я, к сожалению, совершенно не тот собеседник, чтобы отвечать на этот вопрос. Я боюсь, что я в нем совершенно некомпетентен. И все, что я отвечу, это будет каким-то набором ненужных слов. Так что, я надеюсь, вы не обидитесь, если я ничего лучше не буду на это отвечать. Телефоны прямого эфира, я напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. Вопрос, который пришел нам в Фейсбуке, Наташа спрашивает у вас, чувствует ли Тихон как главред влияния владельцев медиахолдинга на контент ТВ-канала? И если да, то как оно проявляется? Ну, нету владельцев, есть владелец, это владелец. Для меня это Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь». У нас с ней прекрасные отношения. Мы с ней дружим и дружили все то время, что я и не работал на «Дожде», выйдя с него в 2015 году. И вернувшись сейчас, мы, конечно, с ней находимся на постоянном контакте, большим советуемся и консультируемся. Другое дело, что мы, когда с Натальей обсуждали условия моего возвращения на «Дождь» и перехода на пост главного редактора, договорились о том, что мы будем стараться как можно меньше друг друга досаждать. Потому что если у нас будет происходить постоянное ее стремление участвовать в рабочих процессах редакции, это не будет ни нужно ни мне, ни ей, ни телеканалу «Дождь» в целом. Поэтому никакого давления нету. Мы с ней абсолютно единомышленники. Но, конечно, мы как минимум раз или два раза в неделю проводим лепетучки, на которых обсуждаем и редакционные вопросы в том числе. Но все конкретные процессы за них отвечаю, конечно, я. В прошлом телеканал «Дождь» делал несколько таких топовых программ, приглашая топ-звезд. Это и Владимир Познер, и Леонид Парфенов. Была программа «Познер Парфенов». Ксения Собчак также долгое время работала на «Дожде». Планируете что-то подобное продолжать, развивать, кого-то из таких персон приглашать на «Дождь»? Ну, мы открыты ко всему. Сейчас никаких подобных переговоров в данный момент не ведется. Завтра эти переговоры могут начаться, а могут не начаться или начаться послезавтра. Мы за то, чтобы в эфире «Дождя» было как можно больше ярких, интересных и любимых зрителю лиц. Другое дело, что у них у всех свои проекты, и это не так просто, но, конечно, ничего исключать не буду. Вот приведу… Да, пожалуйста. Приведу ваши слова, которые были сказаны в 2016 году. Вы говорите, медийное поле в России сужается, и работать в России можно мало где, а работать честно еще меньше. А работать честно и получать за это нормальные деньги еще меньше. Вот изменилось ли что-то в 2019 году? Нет, 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 просто это поле еще больше сузилось. Но, покуда это возможно, мы этим занимаемся. Вот, и занимаемся этим на телеканале «Дождь» в том числе. То есть «Дождь» — это то место, где можно работать честно и получать хорошие деньги? Про хорошие деньги нет. Про наши зарплаты ниже рынка, к сожалению. Но, опять же, как я уже говорил в начале, это не наша воля. Это дело не в том, что мы хотим сотрудникам платить меньше, а больше не платить. Это связано исключительно с той экономической реальностью, в которую мы искусственно поставлены государством. И в другой реальности у нас все было бы совсем иначе, потому что мы знаем, что к нам приходили бы рекламодатели, и у нас было бы намного больше средств и на зарплаты, и на развитие проектов, и на все прочее. Но мы имеем дело с тем, с чем имеем, к сожалению. Еще звонок у нас. Да, я имею в звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, слушаем вас. А вот вам не кажется, что когда вы работаете, вернее, не то, что это, но, в общем, короче говоря, в условиях зажатости, каких-то запретов, все, вам тогда надо проявлять больше креативности, инициативы. То есть вы должны развиваться гораздо умнее и интереснее, чем многие другие каналы. У вас это получается? Спасибо. Спасибо. Ну, насколько у нас это получается, это судить не только нам, но и нашим зрителям. В конечной степени у нас это получается. Мне кажется, что нам нужно каждый день придумывать что-то новое, и мы об этом сейчас очень много говорим здесь с коллегами и работаем над этим каждый день. И, конечно, я с вами согласен, что инициативность и креативность это то, что необходимо. Иначе мы ничем не будем отличаться от других и в этой конкурентной борьбе проигрывать. Здесь я с вами полностью согласен. Вот это тот вопрос, который задала наша радиослушательность, мне кажется, как раз относится к вечному спору о том, лучше ли развивается искусство при демократии или при тоталитаризме, потому что есть сторонники теории, что под прессом действительно все развивается лучше, и есть гораздо больше сторонников того, что все-таки демократия в этом смысле гораздо более плодотворная почва для того, чтобы искусство и так далее развивалось. Вот то, что вам приходится жить под давлением, это все-таки для вас плюс или минус в этом смысле? В смысле креативности? Ну, это, конечно, минус. Это, конечно, минус, начиная даже не с креативности, а начиная со средств существования и продолжая креативность, продолжая возможностями, которые нам дает общественно-политическая ситуация в стране, продолжая тема, какие люди не боятся приходить к нам в эфир. Конечно, я был бы счастлив, чтобы у нас каждый день, ну, сейчас, например, смотрите, в России уволили одно правительство, назначили другое. Я был бы счастлив, если бы у нас на следующий день в эфире был новый министр культуры, еще через день бывший министр культуры, а еще через день, там, я не знаю, вице-премьер. Но эти люди, к сожалению, уходят только на федеральные каналы, потому что они знают, что там они будут себя чувствовать в полном комфорте. Мне кажется, что и для нас, как для СМИ, и для зрителей, и вообще для граждан, было бы, конечно, лучше, чтобы эти люди приходили в те места, где им будут заданы по-настоящему важные вопросы. И понятно, что в демократической среде шансы на это намного выше, чем в среде какой-то авторитарной или какой-то зажатой. Еще есть звонок у нас в премьер-мой под занавес уже эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Алексей. Хотел спросить вашего собеседника. Он действительно сам верит в то, что, освещая вот такие сложные, как по его мнению, судьбы тех, которых посадили за хулиганство во время из санкционированных митингов, например, и так далее, он делает действительно полезное для страны дело. Ведь он не глупый человек, видимо, должен осознавать, что вот характерный пример. А что, по-вашему, простите, делать полезное дело? Вы понимаете, в чем дело? Полезное дело для страны, да, прежде всего. Для того, что иногда нужно в определенных пропорциях хотя бы освещать открытие завода КАМАЗ и страшную судьбу хулиганов, которые, нарушая закон, громили Москву летом, да? А когда вы говорите только об одном и том же, да... Скажите, а можно я уточню, простите, а вы были в Москве летом, когда вы говорите, что ее громили? Да, я видел впоследствии, общался как раз с представителями силовиков. Ну, вы понимаете, в чем дело? Нет, смотрите, вы видели последствия общаться с СССР. Я там был, я там присутствовал. Поэтому история заключается в том, что никто ничего не громил. И более того, история заключается в том, что суд, что суд по делу одного из этих людей прямым текстом сказал, что состава статьи массовой беспорядки не было, что массовых беспорядков не было. И, конечно, об этом нужно рассказывать много. Потому что, когда человек выходит в метро, а его задерживают и ему выносят обвинительный, реальный, а потом условный срок, а он не участвует в акции на этом месте, может, не дай бог, оказаться вы, я, наши с вами знакомые, друзья, или наши с вами незнакомые и недрузья. И об этом, конечно, нужно говорить. И говорить много, потому что это проблема, которая касается каждого. И если бы это были беспорядки, в ходе которых громили Москву, как было, например, в 2010 году на Манежной площади, то об этом в равной степени телеканал «Дождь» бы много рассказывал, потому что это было бы важным событием. Ну что ж, спасибо вам, Тихон, что нашли время и вышли в эфир программы «Абонент доступен». Эфир провели Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Тихон Зитко, главный редактор телеканала «Дождь». Спасибо вам. Спасибо.